Гэты агросадзибы сами работники Гелены называют домиками поляуниччага. У Гомельским Лязгасе яго побудавали довольно худко. У Кастрышняку минулого года заклали подмурок. У Верасне гэтага приняли перших гостей. Кажуть, что уже зараз заказы есть, а маль на два месяца наперед. Правда, пакуль гэту основным некие урочистости по выходных. Вызначить, каким чином загрузить агросадзибу у остатние дни, задача на ближайшую перспективу. У Вогулі у Лязгасе мкнулися выкнать усе пожадания, яке выказывают агротурысты, и навод у леса створить максимально комфортные умовы. Улечили навод селетнюю ситуацию, коли значный участок летнего перейду наведывание лесов было категорично заборонено. Агросадзибу такий перейд не зачинять, але с людьми отповедную работу проведуть. Если человек выписал этот домик охотника, то, соответственно, работник лесхоза проведет его на домик охотника. Здесь у нас постоянно находится сторожа, который будет следить за порядком, и никаких препятствий, даже пожароопасный период не будет. Час, празяки окупятся лесные агросадзибы, у Гомельским вытворшим лесах с подарочным объединением не огучивают. Справа кажуть новая, и необходимо улишить усе околичности. Але в опыт инших агросадзиб свечить, коли займаться ими на профессийном узровне, прибыток будет обовязково. Иншая справа, что разом со створением великих комплексов с коттеджами, лазнями, детячими городками и альтанками, для проведения тех же веселья и корпоративных вечеров необходимо будовать и больше степлые садзибы. Такие планы уже есть. Очень много людей у нас, и не только в Гомеле, и в других районных центрах хотят уехать на природу, особенно с семьями. Поэтому мы сейчас будем планировать создание таких небольших, может, этих домиков на семью где-то 2-3 человека. Алисин Чуров, Ольга Коновалова, Йоген Макеенко, телерадио «Компания Гомель».